Краткий обзор ручного инструмента GROSS. Этот инструмент производится в Тайване под контролем основной организации, которая находится в Гамбурге, Германия, и позиционируется как полупрофессиональный инструмент. В данном обзоре представлено два инструмента. Это обжимные клещи и клещи для снятия изоляции. Относительно обжимных клещей, это традиционная конструкция, которая имеет два посадочных отверстия под джеки RG45 и RG1112, соответственно 6 либо 8 проводов. Также основной нож, дополнительный, и небольшая особенность конкретно этой модели, это трещотка. Трещотка позволяет зафиксировать клещи в определенном положении, когда требуется снять изоляцию с провода, не повредив основные жилы. А также, если их слегка поджать, то они блокируют клещи в закрытом состоянии. Однако есть небольшой нюанс, здесь не очень удобная конструкция пружины, что убрать инструмент, то есть привести его в, скажем, складское состояние, очень сложно. Приходится подправлять пальцем. В целом клещи достаточно неплохие. Пробовал, прорезали ножи достаточно глубоко и по результатам эксплуатации могу сказать, что не было ни разу, чтобы RG45 не прожимался до конца. То есть ножи не пробивали провод. Вот относительно клещей для снятия изоляции, немножко есть пару нюансов. Многие, кто пользуется клещами такого рода, говорят о том, что пружины, которые возвращают ручки инструмента в исходное положение, очень часто лопаются, ломаются, выходят из строя. Этот инструмент выглядит достаточно внушительно, очень качественно. Здесь имеется двухкомпонентная ручка для удобного удержания в руках. Также, как на большинстве инструмента, расположен небольшой нож. И, соответственно, вот этими цветовыми метками обозначено еще посадочное отверстие для того, чтобы зажимать клеммы на концах проводов. Здесь, собственно говоря, указаны эти характеристики. Сейчас попробую навести. Итак, какие же особенности конкретно этих клещей? Здесь находится небольшой стопор, он регулируется микровинтом. Собственно говоря, стопор позволяет установить требуемую длину для того, чтобы снять изоляцию. Допустим, нам нужно снять на таком расстоянии. Мы фиксируем винтом и, соответственно, когда устанавливаем провод в посадочное отверстие, мы упираем провод как раз в этот стопор. И, соответственно, у нас идет отсчет расстояния от центра инструмента до этого стопора. Попробую сейчас продемонстрировать. Вначале, первоначально губки прижимают провод и происходит снятие изоляции. Мы видим, что она снялась, но не до конца. Но это объясняется тем, что слишком большую длину поставил. То есть, если я поставлю поменьше, то рабочего хода инструмента будет достаточно для того, чтобы изоляция выпала. Небольшая, скажем, фишка инструмента этой марки это наличие вот этого отверстия. Собственно говоря, это отверстие предназначено для того, чтобы выпадала изоляция в момент обрыва. Ну, достаточно полезная функция, поскольку изоляция не попадает в рабочие части инструмента, которых здесь достаточно много и не мешает его ходу. Рядом расположенный микровинт предназначен для более тонкой настройки. Усилие верхней губки вот к этим зубцам. Они удерживают изоляцию. Что хочется сказать, большинство людей, которые пользуются такого рода клещами, жалуются на то, что изоляция снимается неравномерно. Да, эти клещи предназначены для того, чтобы снимать достаточно твердую изоляцию, которая отрывается цельным куском. То есть, для примера, как этот провод, либо, к примеру, вот такие провода. А если брать провода с дешевой изоляцией, к примеру, дешевый телевизионный кабель, коэксиал, то эти клещи будут рвать. В данном случае лучше, конечно же, использовать такие инструменты для снятия изоляции, у которых присутствует нож, и производить круговые вращения, чтобы снять изоляцию. Кстати, хотелось еще немножко поговорить относительно этих обжимников и тех обжимников, которыми пользуюсь я. Это обжимные клещи компании NEO, более лучшая модель по отношению к этой. Но, опять же, у каждой есть свои достоинства и недостатки. Относительно этих недостатков то, что здесь находятся сменные ножи, то есть, можно сменить RG45, допустим, на RG11. Это несравненное преимущество. Но минус в том, что приходится с собой всегда носить набор вот этих ножей. Что касается здесь, эти ножи, естественно, уже встроены в сам инструмент. Однако, здесь очень удобный механизм фиксации. То есть, достаточно просто свести слегка рукоятки инструмента, и он раскрывается. И можно выполнять работу, стопор никак не мешает. Для возвращения и фиксации в это положение, достаточно нажать кнопку, и клещи фиксируются в это положение. Что касается этих клещей, здесь достаточно долго приходится ловить этот момент, где они должны фиксироваться. И должны ли они вообще фиксироваться, в принципе. Вообще, я не сторонник того, чтобы инструмент лежал в зафиксированном положении. Все-таки, пружина находится в данном случае в натяжении. И лучше, конечно же, при длительном хранении, чтобы они были раскрыты. Достаточно сложно попасть вот в этот момент, когда стопор зайдет вот за этот выступ и зафиксирует инструмент в закрытом положении. Но это, скорее всего, связано с положением вот этой пружины. Возможно, это недостаток вот какой-то одной серии. По крайней мере, мне очень редко получалось зафиксировать инструмент в этом положении. В целом, представленный в этом обзоре ручной инструмент имеет очень хорошее качество рукояток. Действительно удобно. Причем, если мой инструмент обладает более высокой ценой и я к нему уже больше привык, то, по ощущениям, эти рукоятки гораздо хуже, чем вот эти. В принципе, в ценовом диапазоне до полутора тысяч рублей. На конец 2016 года я считаю представленные образцы инструментов оптимальными для профессионального и непрофессионального использования.